Субтитры делал DimaTorzok Дорогие друзья, ну что же, всем привет! Это шестой выпуск подкаста «Что там в миксте» И, как мне кажется, самый ожидаемый выпуск Который вы увидите прямо сейчас Потому что у нас в гостях Я даже не знаю, нуждается ли этот человек в представлении Несравненное, легендарное Александра Трус, ваша... Саша, привет! Всем привет! Эд Как твои дела? Расскажи нам, пожалуйста Все хорошо Как ты вообще относишься к интервью? Любишь ли давать их? Или уже настолько надоело, настолько достали Однотипный, одинаковый вопрос Что ты хочешь поскорее уйти и сказать Ребята, что, знаете, у меня время поджимает Мне надо домой, мне надо по делам Я занятой человек Не, на самом деле наоборот Мне всегда раньше было тяжело давать интервью Сейчас намного проще Я спокойнее к этому отношусь И получается, мне кажется, лучше А как ты думаешь, с чем это может быть связано? Что сейчас ты как-то спокойнее к этому относишься? Ну, наверное, опыт какой-то Я привыкла Раньше очень волновалась А сейчас меньше Ты на постоянной основе Можно уже сказать и так Являешься членом нашей команды Команды ОКО Я тебя хочу с этим поздравить Как для тебя вообще этот опыт? Насколько он нов? Насколько он необычен? Нравится ли тебе? Да, ну, для меня, конечно, очень новый опыт Мне очень приятно И интересно Я так понимаю, что пока что мы Какие-то только рубрики записывали Сейчас вот будет подкаст Дальше комментирование И даже мне вроде как предложили Что я буду сама брать интервью Это круто На самом деле это какой-то эксклюзивчик По поводу того, что ты сама будешь брать интервью Я этого не знала Коллега, хочется пожать вам руку далековато Обязательно сделаем это после записи подкаста Видите, насколько разнообразен и интересен контент у нас в ОКО Обязательно все смотрите Это, во-первых Во-вторых, оформляйте подписку на ОКО На платформу ОКО Прошу прощения Совсем скоро уже стартуют и этапы гран-при И всевозможные международные соревнования Российские старты в том числе мы показываем Поэтому будет много всего интересного Саша, я знаю, что ты уже давала интервью много тысяч раз И отвечала на эти вопросы Но давай не будем обделять наших зрителей В том числе, потому что я думаю, что они захотят послушать полную историю И мне бы хотелось начать вообще с твоего детства С тех людей, которые принимали непосредственное участие В твоем становлении профессиональной фигуристкой Насколько я знаю, твой папа мастер спорта по самбо, дзюдо, рукопашному бою И у тебя есть два брата Чем они занимаются, где они, что они? Тоже борьбой занимаются оба Папа, естественно, принимает участие Он их иногда тренирует, пользует какие-то сборы Я выкладывала, да, Егора поздравляла с победой на первых соревнованиях Ну так, да, они вот занимаются борьбой Ну и учатся Пока что так А сколько им лет? Егору 14, Ване 9 А, совсем еще юные спортсмены Но они как-то равняются на тебя? Они спрашивают у тебя каких-то советов Как у профессиональной спортсменки, достигшей таких результатов? Наверное, советов нет Мне кажется, что Ваня, это младший Мне кажется, он очень гордится Он периодически ходит и всем своим друзьям рассказывает И была ситуация, когда мне пишет человек Ну, я не знаю, кто это, откуда у него мой номер Пишет и говорит, привет, я друг твоего брата Мы в одной школе учимся Я такая думаю, интересно Так, ничего не отвечаю Потом пишу сразу Егору Говорю, Егор, ты что дал мой номер? Он такой Я, Саш, ты что? Я нет Я вообще нет Я что? Нет, нет Я так Звоню Ивану Говорю, Вань, ты мой номер дал? Он, да Я такая думаю Молодец Он, ну я только одной девочке и одному мальчику Я говорю, понятно Говорю, больше никогда не давай Вот Ну и в общем, да Такие как бы Он часто рассказывает Он там просил, чтобы я пришла в школу Как-то к нему я заходила Ну, естественно, меня пускают Он учится в самбо-70 Они оба учатся в самбо-70 Меня, естественно, запускают всегда Вот И я приходила к нему как-то просто Потому что, ну, типа Ему не верят, что он мой брат Да ладно Да И как ты доказывала, что ты его Пришла Здравствуйте Да Приглашали с каким-то, не знаю Там, паблик-током Что-нибудь таким То есть, чтобы рассказать Что, как Как ты стала профессиональной фигуристкой Или просто ты такая Зашла, всем привет Я Просто зашла Это просто попросил меня Мой брат Сказал, приди Ну, как родители приходят Так и я просто пришла в школу С родителями в школу Пришла Саша Тросова Да Кто не верил, пожалуйста А кто был инициатором Твоего становления фигуристкой? Почему не борьба, кстати? Слава богу Думаю, с такими ногтями Я бы мало чего добилась Ну, наверное, они вдвоём И мама, и папа Вроде маме нравилось Как бы они так случайно Где-то видели, как катается Очень понравились костюмы Там мама мне рассказывала Вот Ну, естественно, как у всех В детстве советуют Каким-то спортом заниматься Там и для здоровья хорошо Ну, в общем Ну, классика Да Ну, и мне очень нравилось Кататься на роликах Это как бы то, что Я всегда говорю Мне очень Всегда нравилось И мне в 4 года подарили А у меня одержание летом И, соответственно, с осени я пошла На фигурное катание Саша, можно тебя ещё раз Попросить в камеру Показать ногти? Да Это просто что-то невероятно Очень красиво Во-первых Во-вторых, знаешь Ты произнесла такую фразу Что у меня бы с такими ногтями Ничего не получилось Нет, тебя бы просто К сожалению Вы сразу дисквалифицировали Понимаешь? Можно вот так вот вцепиться В глотку человека И на этом Всё Ну, это такое лирическое отступление Саша, ты родом из Рязани До 5 лет ты каталась там Занималась фигурным катанием Потом твоя семья Приняла решение Переехать в Москву Чем было вызвано это решение? Ну, мы переехали в 9 Мы в 9 переехали Ну, было несколько, естественно Факторов Это и моё фигурное катание Потому что я хотела развиваться Меня спрашивали Поедешь в Москву? Потому что в Москве лучше В Москве можно больше добиться Я сказала, да И также папа по работе Тоже ему было удобнее в Москве жить Я, прошу прощения Действительно оговорилась 5 лет ты прозанималась там Фигурным катанием Ну да, с 4 до 9 Следишь ли ты сейчас за тем Как развивается фигурное катание там? Приглашают ли тебя На какие-то мастер-классы? Или нет? Да, приглашают Я иногда езжу, когда могу Когда есть время Обязательно приеду, проведу И также после Олимпиады приезжала Насколько привлекает тебя Вообще вся эта история с мастер-классами? Любишь ли ты выходить на лёд Что-то подсказывать, что-то показывать? И когда был последний твой мастер-класс? Да, мне это очень интересно Конечно, больше я люблю Со спортсменами, которые Готовятся к каким-то важным соревнованиям И уже много чего умеют Но также интересно очень на мастер-классах Последний был в Мексике Я ездила туда на несколько дней И это самые длительные мои мастер-классы Я проводила 5 часов на льду И 3 часа в зале в день Это было подряд? Или какое было у тебя расписание? Вот ты проснулась? Я просыпалась там очень рано Потому что разница во времени То есть это часа в 3 В 6 я уже была на катке И получается в 7 я уже каталась сама До 7.30 С 7.45 В 8 у меня уже начинались мастер-классы Ну получается с 8 до 9 Потом 15 минут перерыв Там с 9 до 10 до 15 15 минут перерыв Так 5 часов подряд Потом 30 минут перерыв Спасибо! И еще подряд 3 часа ОФП Но там не было перерывов Потому что... Ну я как бы сама сказала, что не надо Лед мне нужен перерыв Потому что я не могу долго в коньках находиться Даже если они завязаны просто Не для того, чтобы кататься Самой, а просто находиться Я все равно не могу У меня очень затекают ноги А на ОФП я спокойно могу Вести его подряд Вот Поэтому да Там было почти подряд 8 часов И потом вечер как бы свободный Идешь куда-нибудь там Ну в 4 где-то я в 5 4 в 5 заканчивала И мы дальше там гуляли Там в такой центр ездили Так 3 дня Потом я выступала У меня было 2 выступления Соответственно поэтому я каждый день каталась с утра Просто попросила лед Потому что там не было льда для меня Просто я должна была тренировать А потом выступать Ну да Так конечно я Ну мне было тяжело Вот И я поехала выступать И это все было наоборот Я встала так же Там в 3-4 утра А выступала я в 9 и в 11 О май гай Господи А я правильно понимаю Что вот все мастер-классы Ну тренировки на льду В зале ты вела на английском языке У меня был переводчик Ну я на русском говорила Она на испанском переводила Вау Вот И причем она очень хорошо Она уже даже Я могла ей особо ничего не объяснять Она все помнила Ну к концу она уже могла сама Давать все ошибки Все объяснять И я уже знала несколько слов Которые она повторяла часто Естественно я их запомнила Там типа поменяй ногу Что-то там еще То есть я Какие-то слова Я узнал быстрее По-моему Чтобы они Быстрее шевелились Да-да-да Вот А сейчас можешь вспомнить Какое-нибудь слово На испанском? Ну вот поменяю ногу По-моему Отраперна Но я не уверена Вот Напишите нам в комментариях Правильно ли это Или нет Вот Но Цифры я 20-30 Я знала Потому что Это было количество Сколько раз надо сделать Пресс Спину И когда она отходила Естественно я запоминала Сколько это На испанском И говорила на испанском Классно Да Некоторые потом уже удивились Как я хорошо знаю Испанский Быстро учится Александра Трусова Она молодец Ну на самом деле Мне кажется Такой опыт Он в принципе Был тебе полезен А где успела погулять Что посмотреть Что запомнилось Мы съездили только На пирамиды В последний день Нам специально оставили Один день Чтобы мы погуляли Потому что в те дни Конечно я Кроме как Доехать до торгового центра Чтобы что-нибудь Себе купить Больше я никуда Не могла поехать Потому что Ну очень конечно Сильно уставала Это настолько Другое И от этого Тоже очень тяжело Вот Поэтому Как бы Посмотреть Вот только Один раз Ну к самом конце На пирамиду Съездили И сходили в ресторан Который находится Внутри пещеры Вау Возвращаясь Все-таки К тебе Как быстро Ты Поняла Что ты Хочешь быть Профессиональной Фигуристкой Не в плане Кататься Мне нравится А в плане Того что Я готова Пять дней в неделю Иногда шесть дней В неделю Приходить Долбить прыжки Уставать На тренировках И работать На результат Я бы сделала Немного поправочку С момента Когда мы переехали В Москву Не бывало Никогда Пять дней В неделю Всегда было шесть Иногда семь То есть Это немножечко Поправка Нет-нет-нет Ты знаешь Я больше Я больше не сразу Как только вы переехали Вряд ли ты такая Переехала И все Так Москва Я готова Я заряжена Сейчас я как Начну тренироваться Вот так вот без остановки Один день выходного Мне достаточно Ну просто Вот когда к тебе пришло Вдруг ты помнишь Понимание того Что все Это супер мое Я помню Помню как бы Несколько даже этапов То есть Когда мы переехали Конечно я была Не готова Это было очень Много тренировок То есть В Рязани У меня всегда была Одна тренировка Всегда В Москву Я приехала Естественно Сразу две И еще иногда Подкатки Вот И конечно Мне было тяжело И Когда-то там Естественно Я Говорила Что я нам хочу Что-то другое Поделать А не кататься Но вот Могу сказать Что с 2014 Я смотрела Олимпиаду И После этого Я как бы Очень захотела Попасть на Олимпиаду И была готова Тренироваться Но здесь Как сказать Здесь еще была Достаточно маленькая И я просто Хотела Без Мне кажется Такого Что вот Понимания Что нужно делать Для того Чтобы туда поехать А Точное понимание Я сама считаю Когда попала Катаре Георгиевне В группу С того момента Мне кажется Я поняла Что я должна Сама все делать Сама работать Мне никто не будет Говорить Чтобы я работала Я должна сама Ну вот Как раз таки И предвещаем Мой вопрос Мне тоже кажется Что вот Твой Как таковой Путь На Олимпийские игры Он начался С 2016 Верно Года Ты попадаешь В группу Катаре Георгиевне В 2016 По-моему Это было Да Сразу ли тебя взяли Потому что Так много Историй О том Как Катаре Георгиевна Тщательно Отбирает Людей В свою команду Кого-то берет Кого-то не берет Кого-то выгоняет И всем это Известные люди И углубляться Подробностей мы не будем Как тебя приняли На самом деле Мне особо Никто ничего Не говорил Я сказала Что я хотела Я пришла на просмотр И дальше Разговаривали с родителями То есть Я пришла на тренировку Меня тренировали Мне подсказывали И дальше там Сказали Следующая у вас только Тренировка То есть Не было такого Что типа Мы тебя берем Мы тебя не берем У тебя испытательный срок Как будешь работать Такого не было То есть Я пришла Покаталась Одну тренировку Как бы на меня Посмотрели И все Дальше сказали Вот следующее Постолько-то А что ты показывала На тренировке Помнишь? Я помню Что я прилетела С отдыха Я 10 дней отдыхала Вообще целиком Полностью Прилетела И говорю Все Я не пойду Типа Туда на тренировке Я пойду уже Только К Терею Георгиевне Ну родители сказали Хорошо Типа мы подошли Опять же Родители подошли Сказали Ну можете там Посмотреть Вот И меня пустили Я помню Что Я очень переживала Что 10 дней Я вообще ничего не делала Ну это Очень большой срок Для фигуриста Действительно Отдыха тем более Все тройные И три-три Я прыгнула Даже с учетом того Что 10 дней отдыхала Какими Какие мысли Тебя посещали Я понимаю Что может быть Это уже Знаешь Ну настолько давно Было Но мне кажется Что такие яркие Воспоминания Они все равно Остаются в голове Вот ты Первый раз Видишь вживую Этери Георгиевну Тутберидзе И тебе сейчас Выходить на лед После 10-дневного отпуска И показывать ей Все три-три Все каскады И так далее С какими мыслями Ты выходила на тренировку Ты была спокойна Или ты такая Ну все Сейчас как бы Ну что Тут что будет То и будет Да нет Спокойна Я наверное В принципе Всегда Когда какой-то Важный момент Для меня Я никогда Спокойно Никуда не выхожу Единственная Олимпиада Я не знаю почему По какой причине Ты была спокойна Когда выходила Да Короткая вообще Короткая На мой взгляд Было самое Спокойное выступление За всю мою жизнь То есть Я очень хотела Туда выйти Обычно ты Волнуешься И такое какое-то Сомнительное ощущение Там хочешь Или не хочешь Оходить А на олимпиаде Я именно ждала Мне Как бы Ну считала Сколько там минут До выхода Что вот я уже хочу Предвкушала Такое ощущение Что Даже если брать короткую Что даже того времени Которое я находилась Оно не хватило То есть На том льду Ну не знаю Какое-то Особенное ощущение На мой взгляд Вот А так Да Я всегда Волновалась Волновалась Перед Первым Первой тренировкой Вот Ну Как-то так Наверное Но я очень много Знала спортсменов Кто там катается Поэтому мне комфортно было Как раз таки У тех Кто находился С тобой в группе Насколько дружелюбной Была атмосфера В группе Я наверное Могу сказать Что Она была Очень Очень рабочая И заряженная То есть Все были всегда Заряжены на работу Наверное вот так И В плане дружелюбности Я даже не понимаю Что это значит Для Как бы Все хорошо общались Причем Независимо от Титулов То есть И все Кто уже добились Результата Общались хорошо Со мной И Просто Моего возраста То есть Ну Я знаешь На самом деле От чего отталкиваюсь Отталкиваюсь От твоих же слов Ты очень часто Говоришь Такую Довольно Сильную фразу О том Что Спорте Друзей Быть не может Да Часто Говоришь мне О том Что Да нет Все ко мне Супер Относились Мы все Были заряжены И так далее Когда ситуация Начала меняться Нет Это просто Две разные вещи Для меня Друзья Это намного Больше Чем хорошо Относиться Ага Для меня Друг Это человек Немножко Другой Это люди С которыми Я хорошо общаюсь Я со всеми Хорошо общаюсь Вообще Без проблем Я Ну Готовы всегда Даже Ну Всем помочь Со всеми Пообщаться Что-то Ну то есть Нет такого Что Нет Я там Не общаюсь Я Мы Враги Я никогда Не буду общаться Нет Такого Никогда не было И Сейчас Такого Поговорить Поговорить Все Камила 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 По отдельности Мы Мы елян Последний Год Два Какая фраза По отдельности Мы Начали Раздеваться Последний Переодеваться Хорошо По отдельности Мы Начали Переодеваться Последний Может быть Год Даже Последний Пятый А так Мы Всегда Были В общей Раздевалке То есть Старшие Девочки Предположим И мы Сюда Могли Выйти И сесть И каждый Скажет Что У него Может Болит Может Устал Могли наоборот, перед тренировкой там вышли, сейчас вот надо прокатывать, а мы там все устали. Можем тоже поговорить об этом. Я говорю, мы могли обсуждать, могли разговаривать, и сейчас можем. Вот. Но друг – это другое. Друг – это, на мой взгляд, очень близкий человек. Таких очень сложно искать, и они очень долго, на мой взгляд, на такой грани. Друг или не друг. По прошествии уже такого количества времени появились ли у тебя подруги из фигурного катания? Да. Назовешь их? Не хочешь – не называй. Я на данный момент считаю, что их две. Вот. Думаю, что все догадываются, кто это. Вот. Поэтому на данный момент не считаю нужным их называть. Класс. Девчонкам привет. Тебе спасибо за такие слова. Это очень трогательно. Ну, правда. Двигаемся дальше. Весной 2020 года ты переходишь в группу Евгения Плющенко. В чем заключалась причина твоего перехода? Что не понравилось? Что было не так? Что заставило так кардинально поменять свою спортивную жизнь? Я сейчас отвечу. Я думаю, что это будет ответ на все мои переходы к одному тренеру, возвращение обратно и так далее. Отлично. Я не считаю это предательством. Никогда не считала и не считаю сейчас. Я прекрасно отношусь ко всем тренерам, у которых я тренировалась. Я могу подойти к любому, уверена, что-то спросить, попросить, поговорить, и мне помогут. И так же они в любой момент могут мне что-то написать. И я прекрасно все пойму, тоже сделаю все, что нужно. Я считаю, что это развитие. Развитие в плане, что у каждого тренера свой подход. И спортсмен, если у него есть такое желание, имеет право попробовать в разных тренерских штабах и решить, где ему комфортнее. И в любом случае набраться того опыта, которого не было там, в другой команде. То есть очень, очень сильно различается подход. И я не говорю, что где-то лучше или где-то хуже. То есть он просто разный. И когда ты совмещаешь два разных подхода, получается уже не из одного тренерского штаба у тебя какие-то знания, а из двух. Соответственно, ты становишься сильнее. Вот. Я считаю, что это так. А можешь рассказать, чем отличается тренировочный процесс одной группы от другой? Можем мы разговаривать еще дней пять. Не останавливаться. Не, они абсолютно разные. Причем вот, ну, на данный момент я могу сказать, что я в трех была. И все разные. по отношению к спортсмену, по подходу именно к тренировочному процессу. То есть если брать какие-то прокаты, задания и так далее. То есть у всех разные. Этери Георгиевны больше похожи на соревнования в плане мы каждый день как будто на соревнованиях. У нас каждый день есть распечатка, которую ты смотришь и знаешь свои ошибки. Евгений Никторович больше на технику в плане есть очень много подводящих упражнений, которые я никогда не делала. То есть когда я это начала делать там, он думал, что я никогда в жизни не смогу прыгать ничего, потому что я не умела делать эти подводящие упражнения. Абсолютно. То есть он на меня смотрел и говорил, как ты прыгаешь четверные, если ты не умеешь делать вот это. То есть вот это первая стадия подготовки к четверному. А ты умеешь четверную, но не умеешь первую стадию. У Светланы Азимовны абсолютно другой подход именно к человеку, к спортсмену. Тоже очень для меня необычно, когда ты можешь просто разговаривать. Ну, типа не только про спорт. Можешь просто общаться на любые темы. Да. И если даже на данный момент если даже я выйду одна на лёд, я буду прекрасно понимать, что мне нужно, чтобы сделать, ну, что-то наработать или что-то, чтобы у меня получилось. Попробовав столько разных методик работы на льду, вне льда, какая оказалась для тебя, вот лично для тебя, какая из них оказалась ближе всего? Вот. По состоянию, по настроению, потому что это же тоже очень сильно влияет на результаты на льду. Вот чья техника тебе была ближе? Я считаю, что по крайней мере я и у Итери Георгиевны, и у Евгения Викторовича прыгала пять четверных, выкатывала. То есть, да, на соревнованиях я выкатывала только в олимпийский сезон, а так я на тренёвку катала, и когда находилась у Итери Георгиевны, и когда Евгения Викторовича, то есть я на тренёвку прекрасно катала с пятью. Все в один голос твердили, и, наверное, есть те, кто продолжает это делать, то, что Трусова способна побеждать только под руководством Итери Тутберидзе. Тебя не задевают такие слова? Согласна ты с этим? Нет, не задевают, и, по-моему, в год, когда я была у Евгения Викторовича, я доказывала, что я могу и в другой команде, я выигрывала соревнования, особенно, которые были в начале, там, да, я могу сказать, чемпионат мира у меня не получился совсем, там всё пошло изначально с короткой программой, не по плану, но готова была я очень хорошо, я прыгала и аксель, и пять четверных на тот момент, и все это видели. Поэтому думаю, что в тот год я доказала, что нет. А напомни, что не так пошло в короткой? Я хотела очень кататься с акселем, но в последний момент мы решили убрать, и меня, конечно, это очень сбило, я ошиблась на каскаде, то есть я просто стоп-аут с луца сделала стройного, и была двенадцатая. Слушай, точно. Да. Господи, это как будто было так давно. Давно очень, да. Вообще что? Да. Но я просто, да, я человек, которому нельзя убирать, особенно в день старта, я уже была настроена на тот контент. Ну, кстати, говорят, ты об этом и в интервью говорила, что даже у меня есть цитата твоя, в финале, еще будучи у Итери Тудберидзе, в группе, в финале гран-при я настояла, чтобы был аксель и пять четверных, убрали по элементам, чуть-чуть. Я была против, тоже было и на отборочных соревнованиях, но в день соревнований я решила, что надо отобраться, а там посмотрим, и согласилась. А уже на чемпионате Европы настояли, чтобы я чисто откатала с тремя. Я всегда хотела прыгать, а меня останавливали, и такое не первый год. Можешь это как-то пояснить? Да. Давай. Погу. На финале это уже был как бы завершающий этап, и на мой взгляд, не могу сказать, что это прям самый важный. Ну, достаточно важный, но не самый. Вот. И я тогда только выучила аксель, и на... У меня хорошо получалось очень, но на разминке, естественно, я уже волновалась, и мне ни разу не получилось. Вот. И мне перед стартом сказали, давай не будем, иди прыгай твойной. Я сказала нет. Потому что я знаю и знала, что так делать нельзя. Ну, если я тренировала так, я буду выступать так. Вот. Соответственно, это, наверное, слова сказаны на Европе, я думаю. Поэтому, да. Дальше был чемпионат России, где мне сказали, что давай уберем, значит, один четверной и аксель. Прокатаешь так, и отберешься, а дальше, типа, пожалуйста, оставляй сколько хочешь. Вот. Ну, естественно, мне и с четырьмя не получилось откатать. Я не умею катать более легкий. Когда я уже откатала более сложный, мне тяжело катать более легкий. И, наверное, я себе при максимальном контенте я даю себе право ошибиться. И от этого кататься легче. То есть фору, да, какую-то, что даже если я вот сейчас здесь ошибку допущу, то в целом мне этого все равно хватит. Да. А если я уменьшаю, то я считаю, что у меня нет права на ошибку. От этого мне сложнее. И все старты, которые я катала хорошо, настолько они мне... я всегда не то, что прям хотела сделать все. У меня был какой-то подход другой. И все эти выступления, они были хорошие. И плохие были, когда я именно собиралась кататься чисто. Не знаю, от чего это зависит. А с тренерами ты это не обсуждала? Ну, вот прям так, прямым текстом прийти и сказать, ну, не могу я. Ну, мне нужен запас, побаловаться. И, конечно, говорила. Ну, естественно, когда я вернулась к олимпийскому сезону, конечно, уже был другой разговор, и все прекрасно понимали это. Вот. Но... Как объяснить? Они, наверное, лучше знают, как правильней, но не знают, как чувствую я. Здравствуй, что сама затронула тему перехода в олимпийский сезон, обратно в команду, в штаб Тутберидзе. Почему? Могу еще как рассказать историю. Я на чемпионате мира, на шестиминутной разминке, я сняла... Ну, там все равно находишься уже в себе немного, и нет такого, что ты контролируешь, где там стоит тренер, или там что вообще, как ты настроен уже, ты знаешь, что тебе нужно размять, ты выехал, у тебя есть один круг, ты один круг проезжаешь, снимаешь кофту, и дальше начинаешь прыгать. Ну, я так всегда делала. И я, разворачиваясь, снимала кофту, и подъезжала к борту там, где стоят... Ну, случайно, развернулась на то место, где стояли Этергеновна Сергея Викторовича и Данина Маркича. И потом только так резко развернулась и отдала кофту Евгению Викторовичу. Это... Я не знаю, было это заметно или незаметно в тот момент конкретно ему или им, но это реально было. Я потом там звонила маме и говорила, что, ну, я очень... ну, очень сильно, чуть-чуть не ошиблась, вот, потому что они стояли прямо в разных углах. Да ладно? То есть они даже не рядом были? Да, они стояли в разных. И я вот так это сделала. А они как-то отреагировали на это? Я не знаю. Это было очень быстро, потому что я не успевала как-то думать, потому что это было шесть минут. Ну да. То есть мы не было. Просто настолько было, видимо, у меня так, что я всегда отдавала им. Слушай, то есть это можно связать даже с каким-то, не знаю, ну, с какой-то мистической историей, что тебя тянуло обратно? Я думаю, что нет. Я думаю, что... У меня так было в детстве, когда я там переходила от Волкова к Царёвой. Когда он хлопал в ладоши, я подрывалась подъехать. то есть это... Наоборот, я считаю, что это привычка. Нет ничего мистического. Просто привычка делать то, что ты делал всегда. Просто в момент... Там я была маленькая, понятно, а тут в момент, когда ты на стрессе, ты немножко не контролируешь, что ты делаешь, я думаю. Ну, то есть есть такое, что ты настроен на определённое, а на вот эти вот какие-то менее важные, как снять кофту и отдать тренеру, ты уже не думаешь, что нужно сделать. Я думаю, что в этом. Так это можно связать как-то или нет? Твоё возвращение в группу к Царёвой и кофту. Вот это случай с кофтой. Не, конечно, можно отчасти. Наверное, наверное, на тот момент мне так нужно было сделать. История класс. Вот. Вообще. Никто не знал, наверное. Но это круто. Правда, бывают же такие моменты в жизни, когда вот так вот это всё. С какими словами тебя принимали обратно? Да, не было каких-то прям... Могу сказать так, первое, тебе очень идёт рыжий, я же тогда перекрасилась. Я перекрасилась и потом перешла. И если прям про первое говорить слова, то очень идёт рыжий. Это я могу сказать. Ну, остальное, это уже более как бы личные какие-то, ну, в плане не было ничего, каких-то разговоров серьёзных, просто поговорили, и я вышла на тренировку, всё вернулось, как было примерно. А что до твоих собственных ощущений? Вот ты выходишь на лёд, по возвращении в группу, чувствуешь ли ты себя так? Я дома? Или нет? Всё равно немножко по-другому, конечно, чувствовалось, но более привычно. Ты идёшь в тот же зал, в котором ты был, дальше на тот же лёд, где, в принципе, всё осталось так, как и было, когда, ну, год я не каталась, а пришла всё то же самое. Ну, не знаю, на самом деле, да, очень быстро я привыкла обратно. Не знаю, каких-то у меня, у меня, наверное, не было никогда таких вот, что вот я дома, я не дома. У меня всегда это работа, это не дом. Это работа, ты туда приходишь, а дальше уже, ну, и больше, всё равно, больше же не каток, больше люди, с которыми ты тренируешься. Поэтому все относились ко мне так же, как и относились до, и в этом как бы плане ничего. Всё, мы тренировались так же, ничего такого не было. Пока тебя не было в группе Терри Туберидзе и кипела работа, все готовили к Олимпиаде, Аню Щербакову, Камилу Валиеву. Как ты вливалась снова в эту, ну, скажем так, гонку вооружений, да, за тренерское внимание, за главную, за гонку, за главную медаль в твоей спортивной карьере, да, золото Олимпийских игр, потому что я уверена, что у вас у всех троих была одна цель, и это нормально. Я, наверное, никогда не боролась за внимание тренера, ни какую-то, а, конечно, конкуренция, она тебя все время подстегивает работать больше, но особенно с переходом, где у меня не было конкуренции, я как бы поняла, что мне отчасти может быть чуть-чуть сложнее, но я могла и так работать, то есть и зная, что я могу и так, и так, не было, что я что-то боролась за что-то, нет, я делала как бы свое дело, тренировалась, все восстанавливала, и с первого выхода даже с отпуска я уже как бы естественно знала, какой будет контент, и знали все тренеры, и сразу готовила. В первый же день я прыгала четверной лутс, выезжала, через два дня, по-моему, после выхода на лед я уже вкручивалась в аксель, там через две недели уже прыгала четверной флип. Боже, семимильными шагами просто. И постепенно, да, первый прокат с пятью четверными чистый я сделала в конце июля. Я откатала в конце июля. Что? Да, и поэтому это был первый прокат, и все тренеры мне хлопали, все, они сидели, все хлопали, вот. И поэтому я точно знала, сколько нужно мне времени, чтобы вкатать пять четверных. Но, к сожалению, после того, как я откатала с пятью четверными, на следующий день я подвернула ногу, вот, и дальше уже, конечно, было сложнее. А можно говорить о том, что твоя самая лучшая форма, вот ты чувствовала, что ты по физике лучше всего чувствуешь во время подготовки к Олимпиаде, или... Нет. Нет, самая лучшая была на прокатах. Самая лучшая была до проката, потом подвернула ногу, но из-за того, что я как бы подвернула, я ее не сразу сильно повредила, мне достаточно было там дня три, я не каталась, а потом просто, я могу сказать, что я до сих пор заматываю ногу. я подвернула ее, получается, два с половиной года назад, до сих пор я катаюсь в тейпе, вот, ну, я не знаю, это может уже с головой, но я даже не делала МРТ. Почему? Не проверяла, потому что на тот момент мне было важно выступать на Олимпиаде, я для себя решила, что все зажило. Не, ну, а сейчас? А сейчас, ну... Ну, заматывай, заматывай. В принципе, да. Вот, поэтому самое лучшее, я считаю, на прокатах, я тогда прыгала вообще все, мне было очень легко. На Олимпиаде это как раз-таки минимум два месяца сработало, и я четко просчитала, сколько мне нужно. Ну, вообще, Олимпиады, мне кажется, это про преодоление себя, я не знаю ни одного спортсмена, по крайней мере, в фигурном катании, который бы приехал и сказал, а, у меня ничего не болело, я вышла, мы готовились нормально, все сделали, как было по плану, ну, всегда какие-то трудности возникают, но это и главный старт, наверное, в карьере любого спортсмена, хотя многие со мной не согласятся. Вот уже по прошествии такого количества времени ты не жалеешь, а вот в том, что сделала все-таки вот эти пять четверных прыжков, может быть, если бы, да кабы, облегчить контент, все было бы по-другому. Абсолютно не жалею, могу сказать, что мне также предлагали после того, как я упала с акселя, между короткой прозвольной предлагали убрать сальхов, на что я сказала, конечно же, нет. Во-первых, я считала, что это единственный шанс выиграть, единственный, сделать пять четверных. Вот для меня было это так, выглядело просто, что я должна сделать пять в любом случае. На момент проката, когда я сделала четыре, и заезжая на пятый четверной, я честно думала о том, чтобы не прыгать. Но по итогу я решила, что я никогда в жизни себя не прощу. Сделав четыре, не пойти в пятый, это, ну, для меня это почти невозможно, поэтому как бы я пошла. Четвертое место после короткой программы. Какие твои мысли были в ночь после короткой, перед произвольной? Да никаких. Во-первых, у нас был выходной, у нас был типа короткой, выходной, произвольной. Да-да-да. Я очень часто проигрывала короткую в своей жизни. И вот один раз была 12, а потом третья. Поэтому место меня никогда не смущало в короткой программе. То есть, да, хорошо, когда у тебя там есть, ты там выигрываешь, у тебя есть запас, конечно, так спокойней, но всегда можно догнать. Я всегда считала, что произвольный можно абсолютно легко догнать, тем более, что я знала, какой у меня контент. По поводу командного турнира, кстати, нигде не слышала никакой информации от тебя. Тебе было обидно, что тебя не взяли в командный турнир? Вообще это обсуждали? Как-то обсуждалось это с тобой еще в Москве? Или как все распределялось? Я на самом деле этого всего не знаю. Конечно, мне кажется, всем хочется поучаствовать в командном турнире. И вообще, повторюсь, находиться даже на льду, это особенное ощущение на Олимпийском льду. И поэтому, чем больше, я думаю, тем лучше. И было бы хорошо и интересно поучаствовать еще в командном. Со мной конкретно никто не обсуждал, это как бы нам было известно уже там. То есть на месте сказали, вот из вас из всех участвует там Камил? Ну, так даже не сказали, это было как-то по факту. Ну, типа, что вот сейчас короткая, вывешивают Камилу. Мы такие, ну, Камилу. Там произвольная вывешивают Камилу. То есть... Ну, Камилу. Нет, на самом деле мы катались, получается, в день произвольный я откатала чисто с пятью тоже. В день произвольной программы в команднике я также откатала с пятью, четырьмя чисто произвольную. У тебя на Олимпиаде цель какая была? Больше. Вот ты чего больше хотела? Олимпийского золота или пять четверных? Я считаю, что это одно другое дополняет. То есть если я прыгаю пять, будет золото. Если не прыгну, не будет. Я не считаю, что это две цели. Я считаю, что это одна. Вот такая промежуточная. Здесь пять, а вот там вот так. Я просто так считала. Поэтому я не могу сказать, что их было две. Но она была как бы одна. И всегда... То есть мне никогда в жизни на старт не было такой цели. Я еду выиграть. Я еду сделать свое. Я сделала свое. А дальше уже. Ну, хорошо. Твоя цитата. Я считаю, что первое место это ты выиграла, все остальные это по-любому проиграл. Для тебя второе место на Олимпиаде это проигрыш? Да. Ну, а как можно... Что можно сказать? Я выиграл серебро? Я выиграл второе место? Я выиграл серебро. Серебряный призер Олимпийских игр. Ну, и это вообще в принципе, я считаю, что это, видимо, ну, как это есть... Ты когда кидаешь дротики в шарики, есть ты выиграл, а дашь поощрительные призы. Я считаю, что первое ты выиграла, это поощрительные призы. Чтобы, ну, не обидно было второму и третьему человеку, им тоже дают медаль. Но ты как-то очень самокритично относишься к пьедесталу. Черт, на Олимпиаде. Ну, почему? Есть один... Ну, как может быть несколько победителей? Хорошо, ну, если несколько, тогда должно быть несколько золотых медалей. И то, я считаю, что это так, спорно. Как может быть несколько победителей? Победите, он один. Ну, для меня кринж, допустим, вот на турнирах в Соединенных Штатах Америки, где спортсмен получает оловянную медаль за четвертое место. Почему тогда? Ну, потому что мест всего три на пьедестале. Ну, а почему их три? Вот это как раз поощрительный приз, понимаешь? Для четвертого. Чтобы ему было не обидно, чтобы он со следующего этапа не снялся, понимаешь? А тут все-таки речь идет о серебре Олимпийских игр. Ну, это же... Это просто вау! Это же очень круто! Для кого-то? Может быть, да. Как бы не достигла, конечно, мечты. Так, ну что, Саш, наконец-то мы условия конкурса, надеюсь, все поймут, прочитают. А наклонили? Так, мы откуда? Мы от линии роста волос, правильно начинаем? Ну, да. Все, можешь выпрямляться. Значит, ты выпрямился. Так, главное, чтобы на камеру было не видно. Сколько? Так, так, так. Так, до самой длинной кончика. Все, я увидела. Я... Ой, зафиксировала. Отлично. Все. Ты говорила в одной из рубрик для ОКО, что если бы у тебя была какая-то суперсила, то это был бы телепорт. Если бы у тебя действительно была такая суперспособность, вернулась бы ты во времена Олимпийских игр? И если да, что бы поменяло? Во-первых, я считаю, что телепорт – это не машина времени, честно говоря. Ну, если бы у тебя была возможность, хорошо. Телепортироваться. Времена. Телепорт – это не во времени. Ты просто вместо телепортируешься. Если бы у тебя была возможность телепортироваться в Пекин. И там случайно вы проходили Олимпийские игры так вдруг ненароком. Вернулась бы ты туда. И если да, что бы изменила? Ну, точно бы ничего не меняла. А насчет вернулась. Ну, только если не знаю, может, в момент, когда приезжали, наверное, это очень такой, ну, типа, просто как воспоминание. А когда приезжали, это было, конечно, незабываемое ощущение, когда первый раз вышли на лед и показательные. Это, наверное, вот были три, ну, как бы, хорошо, в миг, когда докатала, еще можно добавить, когда докатала произвольно. Вот. Ну, есть вот четыре, как бы, таких, наверное, запоминающихся мне момента. Да, возможно, я бы вернулась. Ну, конечно, ничего не меняла бы, но вот я бы вернулась, когда приезжали, когда первый раз на лед вышли, в момент, когда докатала произвольно и когда были показательные. Показательные вообще тоже прикольно очень проходили. Я там до последнего просилась, чтобы меня пустили на мужскую тренировку, никто меня не пустил. Ты хотела посоревноваться с ребятами? Ну, я прыгала, да. Не соревноваться, так попрыгать с ними, типа, просто вместе, типа, параллельно. Все. Никто не разрешил? Ну, там правила. Регламент жесткий, наверное, да, как обычно. Вот из всех этих четырех ключевых моментов, которые ты перечислила, какой был самым ярким? Ну, конечно, когда я прыгнула. Произволка, да, все-таки? Да, конечно. Там... Ну, наверное, это не описывается словами никакой. Олимпиада закончилась. Ты по прошествии, опять же, какого-то времени снова меняешь наставника. И этим человеком становится Светлана Владимировна Соколовская. Я ее обожаю. Я считаю, что наша любовь взаимна. И когда-нибудь она обязательно придет к нам в подкаст. Я буду ждать этого, на самом деле, ничуть не меньше, как встреча с Сашей сегодня. Как мне кажется, Светлана Владимировна очень мудрая женщина. Есть ли какая-то мудрость, которую она тебя научила вот за время вашего сотрудничества, которую ты до сих пор помнишь и, может быть, придерживаешься? Могу, наверное, сказать, что основное, что она всегда говорила, что надо кататься в удовольствие. Наверное, в моей жизни часто было, я каталась для чего-то, для достижения цели, для того, чтобы прыгнуть вот это, для того, чтобы прыгнуть вот это, для того, чтобы катать чисто. Для удовольствия, наверное, у меня было редко. Такое, что вот именно... Я люблю фигурное катание. Если что. По правочке, ремарка. По правочке, да. Я люблю фигурное катание, я люблю кататься, но в удовольствие я считаю, что это другое. Это когда ты просто наслажаешься тем, что ты находишься на льду. Вот. Наверное, вот катаясь сейчас, я катаюсь в удовольствии. А катаясь тогда, я каталась для результата. Я, выходя на лёд, всю энергию, которая есть при меня, я её отдаю людям. Поэтому мне тяжелее кататься. То есть, я выхожу, и вся моя энергия расходится с зрителем. И, соответственно, мне даже, ну, просто физически тяжелее катать программу, чем на тренёвке. А другие люди, если они, наоборот, собирают эту энергию, соответственно, на старте им легче кататься. А у тебя до сих пор так? Да. Да? То есть, даже выходишь на шоу, и всё равно? Да. Поэтому мне сложновато кататься подряд в шоу, или там два шоу в день, потому что я не успеваю её обратно накопить энергию. Я выхожу, её отдаю, а дальше надо где-нибудь её взять. Ну вот. И как ты восстанавливаешь силы? Да никак. Ну, дожидаюсь. Да никак. Дожидаюсь. Как бы, ну, как-то собираешься всё равно всегда. Ну и опять же, всё равно видишь людей, которые пришли и... Как ты это подстёгиваешь, да? Наверное, где-то из глубины собираю, всё оставишь, а потом, когда выходные, вот тогда обратно восстанавливаю. Класс. Класс. Наверное, так. Давай немножко поговорим про этапы гран-при, потому что вот российские этапы уже полностью вовсю стартовали, скейт-америка в том числе. Следишь ли ты за российскими этапами, за международными турнирами? Да, конечно, я смотрю фигурное катание, слежу. Просто к нам очень часто приходили люди, которые говорили, что у них нет какого-то особого желания. И вообще меня поразило, я не знаю, слышал это или нет, когда вот первый этап гран-при комментировал Мишка, Леда, Макс Траньков и Саша Гришин. И Мишка Леда в начале эфира признался, что он не смотрит фигурное катание, и до этого никогда этих людей на льду не видел. Я надеюсь, я не соврала и не приврала в контексте. Ну, то есть человек сидел и просто заново открывал для себя фигурное катание. А на вопрос, как это вообще могло произойти, Миша ответил, что он интроверт, он просто, у него это отнимает все силы. Ну, я помню, ты была на прокатах, по-моему, да, ты даже на трибун смотрела. На этапе гран-при в Уфе Аня Фролова, ставшая серверным призером соревнований, вышла в твоем мерче, в микс-зону. Стоит ли за этим какая-то история? Как хорошо вы общаетесь. Хорошо, мы общаемся. Мы были на сборах вместе, потому что команда Светлана Владимировна и Евгений Владимирович вместе ездят на сборы. Да-да. Вот. И получается, мы были... Ну, я на Алтае не полный сбор была, но была там мы были вместе, потом в Ереване, потом в Кисловодске, соответственно. Вот. Но я много кому... Есть даже видео, не знаю, или кружочки. Я записывала, как мы пошли в выходной день кататься на квадроциклах, и все были в моих кепах. Все абсолютно. Я даже сняла просто потому, что это, ну, прикольно. Вот. Ну, так, да, я им приносила. Ну, самые, как бы, на мой взгляд, нейтральные, прикольные, такие, которые всем подходят. Вот это черные кепки и черные худи. Вот. Мне очень, конечно, приятно, что она так вышла. Она еще и сказала, что счастливая. Что у нее их две, она даже сказала. Она говорит, у меня две кофты, и обе с собой. То есть, вот настолько, человек переживает, что если вдруг на одну что-то там прольется или капнет, и, так как у нее есть запас. Вот. Это я, конечно, не знаю, почему у нее две. Надо выяснить. Может, она покупала. Может, купила, да. Потом... Не знаю, в общем. Я всем точно там худи, кепку точно дарила. Вот. Ну, и мне... Кепки вообще многие носят, причем прям часто. То есть, там... Я могу просто где-то заметить, они просто сфотографировались и уже там в кепках. Просто там приезжают на шоу тоже в кепке моей. То есть, она, правда, удобная, как все говорят, что прям... Вот. Ну, и, конечно, мне очень приятно. Ну, я ей как бы написала, говорю, что мне очень приятно. Спасибо большое. Ну, это, правда, выглядело очень трогательно в микс-зоне. Если что, я ее точно не просила. Лично ее решение. Ну, учитывая то, что вы общаетесь и были так много на сборах, мне кажется, это вообще неудивительно. И мерч прикольный. Обязательно досмотрите до конца вас ждет сюрприз. А что вообще входит в мерч? Что ты выпускаешь? Кепки? Футболки? Худи? Футболки, рюкзаки разные, маленькие, большие, сумочки для... Ну, там, для всяких... Шоперы есть? Есть шоперы. Не надо. Я прикуплю. Шоперы. Шоперы есть, сумочки просто есть для деток. Ну, этот больше, наверное, все-таки... Ну, сейчас еще стали делать и для взрослых что-то, а так больше было для детей, потому что там это все с собачками было. Поначалу-то вообще только собачки. Мими-ми-ми. Да. Ну, детям прикольно, детям нравилось. Вот. Ты попробовала себя уже в танцах, да? Освоила направление From App Strip. Сейчас у тебя мерч. До этого был записан трек. Прыжки в длину. Есть ли что-то, чего хочет еще попробовать Саша Трусова? Или, может быть, уже что-то необычное, новое для себя пробует? В роли кого-то, может быть? Ну, не знаю, я сейчас иногда с детками катаюсь. И с некоторым... Ну, некоторым... Мне даже просто интересно. И мне кажется, они так прям смотрят, как будто вот я что-то могу им сказать. Волшебное причем. И вот у них сейчас сразу все получится. Вот. Ну, это так. Понятно, что это как бы у всех, наверное, спортсменов. Потом... Ну, не у всех, знаешь. Не всем хочется тренировать. Ну, большинство все равно пробует себя в этом. Даже кому, может быть, сначала там не хочется, потом они все равно это пробуют. И, может быть, потом им ценность нравится. Понятно, что не все, это все ясно. Вот. И, кстати, я вспомнила в плане про Кляду. Ты сейчас рассказала, что он не смотрит. И спрашивала, смотрю ли я. Я смотрю даже юниорок. У меня есть девочки, которые... Ну, на которых я... За которыми я слежу. Ну, и я их включала в прямом эфире, смотрела специально. Потому что там какой-то девочке я что-то сказала, что там пожелала удачи. Звонила специально ей, когда она выступала в Уфе. И говорила там... Ну, желала удачи, чтобы у нее все получилось. Не была ли это Маргарита Базилюк? Ну, нет. Ну, нет. Ну, нет. Я за нее очень рада. Я ее помню... Но она классная. С группы Этери Георгиевны. Там мы, конечно, всегда общались. Она тоже такая прикольненькая. Ну, ее сравнивают с тобой. Да, всех их сравнивают с тобой. Я почитала интервью. При нем тоже. Они, по-моему, вопрос задали, что тебя, типа, вас сравнивают с Сашей. Не знаю почему. Вот честно, я, на самом деле, когда включила выступление Маргариты, я еще не читаю вот этих всех интервью. Вы даже внешне схожи. Вот она вышла на лед, и я смотрю, маленькая Саша Трусова на ледовую. У вас и техника, похоже, и внешность. И вот это вот причем. У нее, по-моему, были вот так вот косички. А ты все время собирала косички сюда и в пучок, по-моему. Ну, что-то такое было на соревнованиях. Маленькая собирала, да. Ну, я, например, могу сказать, что я никогда не была настолько худая. Она прям очень худая. Очень вся тонкая такая. Ну, у меня просто другое состояние тела никогда не было. Даже если там процент жира был на самом минимуме, я все равно не была настолько худая. Шоу в Китае относительно недавно. Про Мексику мы уже поговорили. В Китае ты тоже ездила. Расскажи, как вас там приняли? Кто был из спортсменов, из делегации? Что было запоминающегося? Да, ну, очень круто. И вообще в Китае очень хорошо принимают. Всегда толпы народу. И в аэропорту, и в отеле, и на катке. И все фотографируются. Ну, много было. Мне очень напомнила эта поездка как на Олимпиаду. И вообще на соревнованиях на Олимпиаду, потому что вся федерация была. Спортсмены примерно те же, кто был на Олимпиаде. И мы так туда летели. И говорю, блин, вот прям очень напоминает поездку на Олимпиаду. И так же, что это было именно в Китае, в Пекин. И что мы выступали хорошо там на конькобежном, но все равно на Олимпийском льду. Саш, чего хочешь ты по окончании спортивной карьеры? По-моему, мы не обсуждали вопрос о моей окончании карьеры. Не обсуждали. Это так, просто вопрос в воздух. Когда ты завершишь карьеру? А, когда я завершу карьеру? Ясно. Да я не знаю. Нет такого, что я что-то запланировала или еще что-то. Я живу сейчас и думаю постепенно. Не то, что я хочу в будущем, а то, что я хочу сегодня, завтра, через неделю максимум. Хорошо, чего хочешь сейчас? Чего сейчас хочется? Сейчас мы поедем в Санкт-Петербург на выходные. Я могу это сказать. Я поеду... Тусокка! Я поеду на машине. Вау. Мы втроем с девчонками поедем на машине в Санкт-Петербург. Ну, я вообще очень люблю машины. И теперь я могу поехать на своей машине в Санкт-Петербург. Ну, круто. На самом деле, тебя с очень классным приобретением. Особенно, когда сам себе это покупаешь, это дорогого стоит. Саш, Блиц, ты готова? Не очень. Готова. Что может тебя растрогать? На данный момент, кстати, всё. Я раньше никогда у меня не было такого. Быстро не получится. Раньше никогда такого не было. Я смотрела фильмы, я смотрела «Титаник». И мне никаких эмоций не вызывало в детстве. А сейчас, ну, видимо, не знаю, с возрастом или с чем это связано, просто видео может попасться. Также могу смотреть кино, оно вроде не грустное, но в какой-то момент может меня заставить, ну, ком в горле, может быть, даже иногда в какие-то моменты жизни могут там слезы протечь. И я абсолютно не понимаю, почему так, честно говоря. С возрастом, Саша, с возрастом люди становятся сентиментальными. Поэтому так какого-то один ответ тут нет. Хорошо. Что может выбить тебя из колеи? Сейчас, наверное, уже ничего. Как Саша любит проводить свободное время в одиночестве? Просто в телефоне лежу, собаки вот так лягут вокруг меня, я телефон возьму и что-нибудь буду листать. В фигурном катании есть дружба? Нет. Когда ты в последний раз плакала? Сегодня. Почему? Видео смотрела, я же говорю. Нормально, едем дальше. Что тебе может поднять настроение в любом состоянии? Ну, думаю, собаки мои. Семья или карьера? Семья, конечно. Пышная свадьба или скромная роспись в ЗАГСе? Вообще и такая, и такая. Ну, естественно, пышная. Я имею в виду, что вопрос в том, что можно расписаться. Я вообще хочу на роспись одно платье, на это другое, потом треть. Ну, у меня. Так пышная, если выбирать. Розы или пионы? Розы. Мальчики, берите на заметку. Для вас, между прочим, стараюсь сейчас. Заключительные вопросы. Малинин или Ханью? Это несравнимые люди. Выбрать невозможно. Так же, как если поставить в их тройку Нейтана. Они абсолютно все разные. Золото Олимпиады или мировой рекорд? Такой вопрос уже задавали, когда мы обсуждали результаты чемпионата мира. Мало ли, все меняется. Да нет. Ну, если сейчас, то золото Олимпиады, потому что мировых рекордов у меня очень много. Круто. Саш, переходим к конкурсу долгожданному, обещанному, который мы анонсировали еще в середине выпуска. Дорогие друзья, у нас будет мерч. Та самая кофта, в которой Анна Фролова вышла в Мигзону. Точно такая же. Поэтому кто выиграет, ты расскажешь. Да, я все расскажу. Условия конкурса. Конечно. Условия конкурса донельзя просты на самом деле. Мерч будет еще с автографом Саши Трусовой. Так что это двойное комбо. Условия конкурса. У Саши очень длинные волосы. Вы все прекрасно знаете об этом. Кто будет первым угадавшим точную длину ее волос и напишет ее в комментариях в телеграм-канале «Что там в миксте», получит приз от нашей сегодняшней гости. Всем успехов и удачи. Саш, ну а мы на этом заканчиваем. Спасибо тебе. Спасибо большое. Было круто. Тебе как? Очень классно. Точно? Душевно. Душевно. Это было главное. Я рада, что я услышала это слово. Все. Всем пока. Ура!